Всем добрый день! Всем зрителям моего канала и подписчикам! Я сегодня хочу показать свой заказик по каталогу 16 Фаберлик. Конечно, это будет не весь заказ. К сожалению, вчера он пришел слишком поздно вечером, и мне пришлось отдать 6 парфюмов одному клиенту. И поэтому у меня остался только мой заказик. Но все равно он не менее интересный. Почти все новиночки. Я, по крайней мере, кое-что заказываю в первый раз. И некоторые вещи, конечно, повторные у меня. Сейчас я вам хочу показать. Потому что, знаете, я вот уже думаю, скоро Новый год. Нужно закупаться подарками, а то потом начнется ажиотаж. Тем более, в 16 каталоге нам сделали великолепные скидки на некоторые продукты. И я решила, почему бы и нет. Потом может все исчезнуть перед Новым годом. Да и не только исчезнуть, но просто будут разбирать. И надо будет носиться, что-то думать. Вы знаете, как это все бывает. Поэтому я решила позаботиться о подарках заранее. Увидела я прекрасное такое кофе. Вы знаете, вот смотрится упаковка. Очень дорого-богато. Смотрите, какая она красивенная. Если можно так сказать. С золотыми буквами. Вот, взяла кофе на подарки. Решила, что это будет очень такой приятный подарок мужчинам. И я не знаю, что дарить мужчинам. Что там кроме алкоголя, кофе. Ну, там, не знаю, носочки как-то это уже совсем неинтересно. Вот, решила подарить такое кофе в зернах. Сейчас у многих уже кофе-машины. Поэтому я думаю, что это будет отличный подарок. Вот, смотрите, какой первый кофе у меня. Лесной орех. Ароматерапия. Кофе в зернах. Производитель Нечаев. Family Club. Все кофе, которое я буду сегодня показывать, мне обошлось в 207 рублей за упаковку. За каждую. Хороший срок годности. Аромат умиротворения. Я вообще полюбила кофе от Фаберлик. Но я себе брала, конечно, молотый. У меня пока нет кофе-машины. Хочется, конечно, но я себе еще не приобрела. И вот ореховый аромат. Это первый. Жалко, конечно, что мне не достался аромат с апельсином. Видимо, все разобрали. Я не знаю. Наверное, он самый хороший. Но у нас на складе его уже не было. Следующий кофе. Немножко посветлее упаковочка. Доброе утро. Кофе называется. В зернах тоже. Длительная бодрость. Пять зернышек из шести. Крепкий. Так. Дальше. Тоже хороший срок годности. Все замечательно. Жареный в зернах утро. Вот такой красавец. Я вообще соберу вот, наверное, это одному человеку. Посмотрим. Следующий. Миндаль. Ароматерапия. Тоже серия. Тоже такая красавица. Коробочка. Паковочка. Аромат свободы. Очень прекрасно так оформлено. И видите, тут даже вот этот вот фильтр, чтобы дышало. Там такая, я знаю, пимпочка внутри. Чтобы все там сообщалось с воздухом. Чтобы там не прело, не сырело. Все классно продумано. Вот тоже. 26 сентября. Это вообще срок годности еще больше. Так. Поставлю уже, наверное, вот так. Очень красиво смотрится. Дорого-богато, я бы сказала. Ну, не знаю. Может быть, оценят мои подарки. Вот здесь вот следующая упаковка гораздо больше по размеру. Сливочная ваниль. Тоже серия Ароматерапия. Посмотрите, какие золотые буковки. Вот я считаю, такое не стыдно подарить. То же самое. 21 октября 2022 года срок годности. Все свеженькое. Очень-очень красиво. Вообще, мне кажется, так вот, нечего как-нибудь так. Немножко загражу. Для красивого вида. Смотрите. Вот. Но тем, у кого нет кофемашины, я подарю вот такой. Уже другой кофе. Я хочу еще взять другой вид, который тоже вот 5 звездок. 5 зернышек из 6. Я взяла здесь Добрый день, потому что я полюбила его как-то больше, чем Доброе утро. Но это с точки зрения кофеина только я вот выбрала. Здесь я еще себе взяла, потому что по такой цене потом... Ну, это редко такое бывает. Я гораздо дороже покупала. Вот таких вот я взяла 4 штуки. Вот. Тоже часть на подарок, часть себе. Вот. Так что приобрела много кофе, но я еще хочу... Мы еще будем один заказ подругой делать, потому что нам тоже назаказывали теперь еще много всего. И я себе еще возьму вот, если будет апельсин, и другой вид в баночке. Еще я себе купила... Ну, это уже не на подарок. Это уже хочу сама попробовать. Все хвалят вот такой вот гречишный чай с какао-крупкой. Так, посмотрим упаковку. Вы, наверное, тоже видели. Я не представляю, что это такое, как это будет на вкус, но я слышала хорошие отзывы, меня и заинтересовало. И мало того, у меня даже муж заинтересовался, сказал, что он тоже обязательно такое хочет попробовать. Видите, как надо пользоваться? Две чайные ложки чая, залить пол-литра воды, настоять 7-8 минут. И вот такой будет напиток. Интересно. Коктейль. Это даже вот основатель, находка моей жены, вкус впечатляет. Я не представляю, как это нотки какао в чае. Вы такой пили? Напишите. Пробовали. Этот гречишный чай мне обошелся. Так, сейчас посмотрю. Так, так, так. 192 рубля. Я знаю, что в следующем каталоге он немножко будет подешевле, но я специально взяла в этом, чтобы если он вдруг мне понравится, то возьму еще и в следующем. Потому что от того, понравится он или нет, зависит, сколько я упаковочек его возьму. Вот. Еще у нас была распродажа по срокам годности в этот раз. И там было много всего интересного. Но я прелестилась на батончики. Вот у этих батончиков был срок до декабря 2021 года. Вот видите, до 27 декабря. А, ну тут срок годности 12 месяцев. Вот до 27 декабря 2021 года. Вот такие батончики вытащили на распродажу. Это 4 штучки. Я, конечно, не знаю, себе я их оставлю или подарю. Потому что коробочки оказались неожиданно красивыми. Я даже не представляла, что они такие классные. Ой, все упало, как всегда. Вот такие злаковые батончики. Клюква, гречка, мюсли и чия. Вот, интересно. Они, во-первых, очень красивые тоже. Если бы, конечно, не Новый год, я бы не заморачивалась, все съела сама. Но так как у нас... Ой, смотрите. Как-то тут порвано. Странно. Придется, наверное, себе некоторые оставлять. Я вообще заметила, что у некоторых порванная упаковка. Вот видите, какая красота. И взяли... Не знаю, почему так. Ай, да. Такое впечатление, что кто-то открывал. Вот с вишенкой. Мюсли, вишня и мака. Суперфуд. Давайте тоже посмотрим. Да, кто-то прям как будто бы открывали. Вот такая вот красота тоже. Даже, знаете, вот купила вроде по одной штуке. Может, надо было... Я не знала, что они такие красивые. Надо было и себе попробовать взять, и на подарок. Потому что такой тоже, вот знаете, с кофе положить. Очень даже красота. Придется мне, наверное, все на подарки оставлять. Я самой, может, даже не попробую. Вот. И смотрим с бананом. Вот такой. Ну, красота. Правда, вот на подарок здорово. Мюсли, банан, амарант. Да. Думаю, что в каждой коробочке... А здесь даже пять. Нет, четыре. Сказалось, что там много. Так, ладно, не влезает. Потом положу. Так, аккуратненько. Так, и уже красиво. Видите, так вообще, конечно, такие дарить будет не стыдно подарочки. Ну, и дальше я покажу, что я купилась лично себе. Тут не на подарки, а просто как бы себе в запасы. Не могла пройти мимо такой губки. Я ее уже несколько раз покупала. Была она дешевле, чем обычно. Всегда она стоила 299 рублей. А сейчас была то ли 249, то ли 259. Но мне она обошлась 184 рубля. Написано. Да. Вообще недорого. И я что хочу сказать. Вот эта губка, во-первых, она универсальная. Она впитывает в себя 300 миллилитров воды, и ничего из нее не вытекает. Это происходит практически мгновенно. Но я взяла не для того, чтобы, конечно, воду вытирать, а у меня просто 4 кошки дома. И такая губка замечательно стирает шерсть с диванов, с мягкой мебели, да с любых поверхностей, с одежды. В общем, очень хорошо убирает кошачью шерсть. Поэтому я уже несколько губочек у меня, вернее, у меня 2 губочки в запасе теперь будет, и 1 я пользуюсь. Такая губка служит не менее года. Конечно, она со временем, если вот ее открыть и держать без воды, она высыхает, становится такая твердая-твердая. Но когда ее немножко размочишь, то, в общем, она становится мягенькой. И напоследок хочу показать вам мое первое знакомство с Биоси. Так, но это еще не напоследок. Я купила из Биоси несколько кремов для рук. Вот, смотрите, увидела. Так, что здесь? Оливковый. Посмотрим на русском языке. Есть что-нибудь? Да, увлажняющий крем для рук длительного действия с маслом оливы и маслом облепихи. Вот, единственное, что, вот видите, срок хранения по май 2022 года. Очень небольшой срок. Но я посмотрела, здесь входят натуральные компоненты, поэтому понятно, почему такой срок. И придется мне его сразу ставить в использование, потому что у моих кремов, которые я вот сейчас пользуюсь, у них намного дольше срок хранения. Придется их пустить сразу в использование в следующем месяце. Хотя жалко, даже полюбоваться не успею. Следующий крем тоже серия Ла Манч. Да, Биоси. Вот, посмотрим по-русски, что написано. Ночной крем для рук с маслом оливы, экстрактом ириса и белого лотоса. Вот, это, оказывается, ночной крем. Ну, не знаю, буду ли я только на ночь или весь день. Посмотрим, какой он по консистенции. Может быть, он очень плотный, что он ночной. Здесь тоже май 22-го года. Поэтому мне вот эти два кремика придется брать на декабрь. Ну, я ничему, ну, не расстраиваюсь. Поэтому даже очень хорошо, что я познакомлюсь так рано. А то все смотрю на Биоси и ничего из этого у меня не было. Третий крем от Биоси. Здесь уже срок хранения побольше. Вот, шиповник нарисован. Так, питательный крем для рук антистресс с провитаминами В5. Так, про шиповник ничего не написано. Препятствует появлению раздражений. А, тут еще масло облепихи входит. Ну, и этот вот до 23-го года. Да, до февраля, по-моему, да. Ну, здесь вот пока этот вот у меня полежит, значит, один единственный. Ну, мне как раз хватит на декабрь две штуки. Поэтому, так, и эти кремики обошлись мне 147 рублей, как представителю. И еще у меня, оказывается, тут нашла по каталогу, я взяла две новиночки. Мне очень интересно было, что это за аромат здесь. Вот такие кремы. По 73 рубля мне они обошлись. Я взяла две одинаковых упаковки, потому что там была акция «Возьми два, и тогда будет дешевле». Ну, я не рискнула заказать пока что-то другое. Я знаю, что крем для рук у меня всегда уйдет. Я очень его быстро трачу. Посмотрите, какая упаковка вышла в этом году. Просто божественная. Мне так нравится. Концентрированный крем для рук. Так, смотрим. Пусть зима будет уютной. Да. Ухаживает. Так, от холода ветра резких перепадов. Мороза дарит комфорт за здоровый вид. Вы знаете, каждый год в серии зима разные отдушки. Мне вот интересно, какой у этой. Но, наверное, я даже не знаю, буду ли я в этом году его открывать, потому что здесь срок хранения. Посмотрю сейчас до... А, так, выпущено 10 сентября 2021 года и 18 месяцев. То есть, этот крем можно спокойно держать еще год. Но я, наверное, один все-таки попробую. Хочется посмотреть, какой аромат в этой серии. Наверное, точно попробую. Вот. Поэтому, ну, наверное, может быть в январе. А может и в декабре возьму. Ну, мне безумно, безумно нравится упаковка. Классно. И тоже можно такие подарки дарить. Вот, собирать какие-нибудь наборы замечательные такие. Я вообще в восторге от этого заказа. Просто такая красотища получилась. Вот, посмотрите. И в следующем заказе я, наверное, что-нибудь еще тоже такое красивое куплю. Для, уже, для подарков на Новый год. Ну, в общем, я очень довольна. В этом каталоге прям мне угодили на 100%. Я вообще, можно сказать, рада. Да безумие, что такие вот продукты красивые. Фиберлик. В общем, спасибо производителю. Буду еще в этом месяце второй заказик делать. Может быть, тоже сделаю обзор на него, если там что-то будет интересное. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч, до следующих видео. Следующий у меня будет заказ Avon. В ближайшие, наверное, три дня получим заказик. Ну, может быть, плюс-минус там. Поэтому до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok